Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу показать вам еще одну короткую и интересную партию, в которой была разыграна французская защита. Если говорить более конкретно, то это атака Лехина Шатара. Ну и здесь белые как раз таки по теории пожертвовали пешку, а черные приняли эту жертву, но далее играли неаккуратно и проиграли совсем-совсем быстро. Давайте посмотрим, как это было. Для меня эта партия особенно интересна, потому что я нередко играю атаку Лехина Шатара в ответ на французскую, мне нравится данная схема. Ну и я эту идею, которую белые здесь применили, тоже, конечно же, возьму себе на вооружение. Итак, Е4, Е6, это начало данной партии, давайте ее смотреть, то есть Е4, Е6 это уже французская защита. Далее, конечно же, можно играть по-разному, но Д4, конечно же, ход за белых самый сильный, ну и после Д5 тут у белых есть такие ходы, как конь С3, конь Д2, Е5, ЕД, там это основные ходы, есть какие-то еще более редкие, типа слон Д3. Но конь С3 это одно из самых сильных и одно из самых лучших продолжений за белых. Итак, далее последовал ход конь Е6, классическая система, и после слон Ж5, слон Е7, Е5, конь Д7. Здесь у белых есть разные ходы, это прежде всего слон Е7 и H4. Ну и H4 это интересное решение, как раз таки именно после хода H4 возникает стартовая позиция атаки Адохина Шатара, то есть белые готовы предложить черным пешку в жертву, но тем не менее, здесь, конечно же, не все так просто, и естественно, что давайте мы посмотрим, что же было именно после принятия жертвы данной пешки. Итак, черные принципиально играют, съедают пешку на поле Ж5. Вариант действительно, конечно же, имеет право нажить, но вариант очень рискованный, и, в общем-то, за черных есть, наверное, более сильные схемы, но тем не менее, опять же, в чем плюс большой данной системы, так это в том, что действительно здесь черные, в общем-то, вынуждают белых атаковать, и, по крайней мере, имеют материальный перевес, то есть белым нужно доказывать уже с первых ходов, что они имеют компенсацию за данную пешку. Итак, после ферзи Ж5 белые играют конь Ж3, почему именно конь Ж3? Идея в том, чтобы не закрывать ферзя, и ферзь в дальнейшем мог выйти на поле Ж4, это вообще одна из основных идей в данной системе за белых. И вот тут есть разные ходы, как показывает компьютер, можно закрывать ферзь Ж6, еще более сильный ход, пожалуй, это именно ферзь Е7, вот, то есть ферзь Е7 это основное продолжение за черных, ферзь Ж6 также играют, но пореже, то есть ферзь Ж6, идея в том, что ферзь хоть и подставляется под ладью, но, тем не менее, ладья пока под боем, поэтому уходить конем, конечно же, здесь плохо, но, однако, здесь тоже не все так просто, покажу в режиме блица, здесь примерный вариант, который, по крайней мере, предлагает мне Личес, в принципе, можно играть по-разному, здесь как белым, так и черным, то есть в целом схема развития более-менее стандартная, но, тем не менее, конечно же, возможны различные варианты, вот, ну и тут Ж4, то есть белые наступают на краевском фланге, черные, естественно, что пока, в общем-то, играют максимально аккуратно, чтобы, как говорится, не проиграть сразу, ну и вот здесь бесстрашный компьютер за черных предлагает просто рокировать в короткую сторону, вариант, конечно же, супер рискованный, но, тем не менее, комп считает, что здесь у черных, в принципе, все более-менее неплохо после хода Ф5, хотя вот так вот чисто по-человечески, конечно же, позиция черных смотрится очень-очень опасно, то есть в версии 3, там далее белые уходят в рокировку длинную, там играют ладьей на поле Ж1, и, конечно же, по вертикалям Ж и Аш начинается сильнейшее давление на позицию черных, вот, ну, опять же, компьютер не знает страха, он просто играет, исходя из своих каких-то конкретных оценок. Тем не менее, важно понимать, что ход Ф6 все-таки не основной, Ф7 здесь сильнее, но также, кроме хода Ф7, у черных есть и ход ФD8, это еще, конечно же, не ошибка, но, тем не менее, это ход неточный. Белые играют в ферже 4, стандартный план, нападают на пешку у Ж7, черные играют в Ж6, ну, рокировка здесь совсем самоубийство, если черные играют рокировка, здесь за белых есть разные ходы, то есть у конь Ж5 есть ход и слон Д3, то есть тут у белых суперсильная атака по линии Аш, и, конечно, даже сильнейшая инициатива, то есть здесь действительно позиция черных уже прям очень-очень опасная. Именно поэтому рокировка здесь, это пока ошибочная мера, нужно играть в Ж6, это правильный ход, далее все равно слон Д3, ну и вот тут еще один неточный ход от черных, это ход С5. В целом, такой план, конечно же, является тоже стандартным в французской защите, и в подобной схеме, в принципе, тоже ход С5 применяют, но, опять же, какой минус хода С5? Главный минус в том, что теперь белый конь заходит на поле Б5 и в дальнейшем стремится на поля С7 и Д6, и, что самое обидное для черных, помешать вот тому заходу коня на С7 или Д6, в том случае на поле Д6, прежде всего, черные уже не могут. Ну и позиция черных здесь уже действительно становится, ну, непрогранной, конечно же, но действительно уже очень-очень тяжелой. Нужно было сыграть по-другому, то есть комп предлагает ход конь Т6, были и альтернативы этому ходу тоже, но, опять же, покажу в режиме Блица вариант, который советует комп, и здесь, кстати, что интересно, оценка довольно прилична в пользу белых, если мы пройдемся просто по первой линии компьютера, который мне предлагает, опять же, Токили ЧС, то здесь оценка все равно, она, там, примерно плюс один, плюс полтора везде, и действительно, играть черным здесь очень опасно, то есть рокировка всегда это просто самоубийство, то есть в случае рокировки там черные, скорее всего, получат пад ближайшие ходы, ну, то есть рокировку сделать короткую сторону, там же 4, позиция вскрывается, здесь элементарный план у белых, это добраться до короля, и действительно, защищаться черным здесь уже практически невозможно, то есть даже комп уже эту позицию особо не удерживает, вот, но в любом случае рокировку пока можно не делать, то есть черные могут все-таки оставаться в центре, учитывая, что центр закрыт, ну, и как-то пытаться сдавать давление на королевском, в ней на ферзовом фланге. В любом случае, ход С5, это явно не то, то есть нужно было ход С5 подготовить, либо сагать А6, потом С5, такой был план, либо пока ход С5 вообще, в принципе, не рассматривать даже, ну, а вот после С5 и конь Б5, действительно, у черных начинаются серьезные проблемы. Ну, и далее последовал еще один неточный ход, любопытно, что комп вводит на первую линию ход конь Ф6, и причем там предлагает какие-то суперсложные варианты с ходом Ферзи 5, дальнейшим разменом Ферзей, не совсем понятно, зачем все это нужно белым, потому что все это, конечно, прекрасно, и действительно здесь у белых сильная инициатива, и там пешки черных начинают сыпаться, у белых масса идей там, но, опять же, зачем нужны эти идеи, если после хода конь Ф6 можно просто сыграть ЕФ, играть с лишней фигурой, в личном линии совсем понятно, то есть, в общем-то, здесь у белых здоровая лишняя фигура, и я бы в партии сыграл ЕФ, не думая. Вот, ну и конь Ф6, конечно же, странно смотрится ход, вводить его на первую линию, конечно же, комп может сколько угодно раз, но, тем не менее, люди так обычно не играют. ЦД, в целом, вполне логичное решение, но это еще одна неточность, ну и далее очень быстро белые добили черных. Последовало конь Д6, король Ф8 и конь Ф7. Уже после хода конь Ф7 черные сдались, ну и давайте разберемся, почему же они приняли такое решение. Очевидно, что принципиальный ход за черных – это король Ф7, остальные ходы явно неудачные, ну то есть, по крайней мере, там, белые просто выигрывают материал, и, естественно, что тоже легко побеждают, но ход король Ф7, конечно же, я вам обязан показать, давайте разберемся, что дальше могло произойти в партии. То есть, в партии всего этого не было, черные уже сдались после коня Ф7. Итак, король Ф7, далее конь Ж5, ну и тут у черных очень неприятный выбор, то есть, всех ходы черных, они плохие. Либо теряется ферзь, либо черные получают мат, либо теряют даже еще больше материала, чем ферзь. Допустим, ферзь и ладья могут где-то теряться. Ну вот, допустим, если король Ф8, то просто конь И6, далее съедаем ферзя, вот, и, соответственно, легко выигрываем. А король Ж7, к слову, будет то же самое. Если сыграть королем на поле Е7, это будет еще хуже, тогда Белла ставит мат два хода. Ну и для примера приведу еще один вариант, это ход королем на поле Е8, тогда красивая очень жертва слон Ж6, в принципе, не такая уже сложная. Идея в том, что после АЖ есть ход ладья АЖ8, но еще чуть точнее сыграть в начале ферзь Е6, вот после слон Ж6 и АЖ сыграть ферзь Е6 сразу, и после ферзи Е7 ладья АЖ8. Так еще сильнее, и здесь Беллы добиваются еще большего перевеса, на самом деле здесь даже не материальный перевес будет в конце, а мат через 6 ходов. Опять же таки при идеальной игре белых. Вот, но в любом случае концовка уже нас, наверное, менее интересует. Еще раз хочу показать основную идею, то есть, в принципе, атака Алёхи на Шатара, как по мне, довольно любопытный дебют. Еще раз скажу, что мне эта схема очень нравится против французской защиты. Вот, и действительно, здесь черные не так уже часто бьют эту пешку, то есть играет слон Ж5, затем после АЖ Ферзь Ж5, но после коня Ж3 у белых отличная инициатива, далее Ферзь выходит на поле Ж4, белые делают длинную рокировку, и начинают атаку на краевском фланге, где у черных действительно есть слабости, и очень часто черные остаются без рокировки, с плохим развитием. Ну и в любом случае, что черным в этой позиции делать не нужно, так это играть С5 без хода А6, потому что после С5 и Конь Б5 уже здесь позиция действительно, по сути, на грани поражения для черных, здесь уже все довольно печально. Ну что ж, такая вот любопытная идея за белых, надеюсь, что вам тоже эта схема понравилась, и против французской вы ее будете применять, я имею в виду атаку Алёхи на Шатара. Всем спасибо за внимание, и до встречи в новых видеороликах.